Всем привет! Как говорится, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Я бы еще добавил, что совсем хорошо, когда можно и увидеть, и услышать, да еще и прокомментировать. Эту роскошь нам предоставляет глобальная сеть интернет, в которой запуталась уже уйма народу. Что ж, я, Роман Попов, помогу выпутаться из этой ситуации в программе «Блогер». Одно из самых бурно обсуждаемых событий среди костанайских пользователей стало создание новой проезжей части прямо в центре города. На истоптанной тысячами ног брусчатки около парковой зоны. Теперь брусчатка постепенно будет становиться еще и заезженной тысячами колес. Что вызвало противоречивые отклики в сердцах и умах наших горожан. Пользователи не упустили шанса снять это примечательное событие на видео, которое мы и предоставляем вашему вниманию. Нужно пояснить важнейшую, на наш скромный взгляд, вещь. Проезд по центральной площади явление временное и привыкать к нему ни в коем разе не следует. Сделано это с целью разгрузки остальных костанайских дорог, которые взвалили на себя тяжкую ношу транспортного трафика с кусочка проезжей части по улице Тарана. Там все перекрыто из-за развернувшегося крупномасштабного ремонта. Не все юзеры в курсе подоплеки неторжественного открытия новой автомобильной дороги. Не все знают и до сих пор, что это не навсегда. Отсюда и доставляющие комментарии по поводу САБЖа. Орфография, стилистика и грамматика сохранены оригинальные за редким исключением. Алимбаев А пишет. Новый Аким области современный и правильно сделал, а то в час пик по Пушкино была полная дорога автомобилей, по-видимому. Алмаз Понап. Хоть будет где путь срезать. Раузи Кабакова. Кто уже там ездил, спрашивает. Ну, Кератин Асель заявляет, идея не очень хорошая. Любимая зона для прогулок с детьми. Тем более сейчас по брусчаткам машины поездят, ушатают там всю дорогу и будут еще и там дороги делать. Зачем все разом перекапывать? Лермонтово убитая дорога с прошлого года. Не делают. Бедные люди ходят по этим кочкам и по грязи, когда дождь. Домой добираются по объездной дороге. Во-первых, калечат машины и бензином много уходит. Магазины в убытке. Машины по городу ездят, еле ямы объезжают. Машины гробят свои. Что говорить? Ах, все знают. И добавляет с горечью. Эх, когда будет все прекрасно в нашем городе. Кайрат пишет, это площадь, достояние Костаная. Не надо проезжей часть. Куаныш, ш, вот же сенсация. У нас есть фото маминой молодости. Раньше Айфараби полностью была проезжей. И Бальтурсынова улица также, которая сейчас площадь перед КГУ и парком. Люди, вы чего? В новостях писали несколько объявлений, что сие мероприятие является временным и сделано для блага людей, дабы избежать заторов на дорогах. Но Осилия Кайшибаева возмущается. С какого такого рожна делать на площади проезжую дорогу? Было шикарное место, где можно было погулять с детьми, не боясь, что машину гоняют. И дети катались на велосипедах и на роликах. А теперь ерунда полная. Вильчик, 2114, зря так сделали, угрожающий. Вов, 999, говорит, да, мне нравится. Если же вам интересно мое мнение, то... Твое мнение никому не интересно. Шеф пришел. Ладно, продолжим качаться на волнах народного возмущения, удивления и недоумения. Последние несколько дней стали поистине невероятно нервотрепательными для наших доблестных служб быстрого реагирования. Ибо вначале в районе магазина «Березка» по улице Алтынцарина якобы заложили некий предмет, могущий оказаться взрывным устройством. Если точнее, то предмет назывался «подозрительная коробка». Необходимые мероприятия, естественно, с выездом на место событий спецслужб были проведены. И факт. Обнаружение взрывного устройства не подтвердился, сообщили в ДВД Костанайской области. Забавное словосочетание. Неподтвержденный факт. Но это еще не все. Еще один неподтвердившийся факт обнаружения взрывного устройства в виде подозрительной сумочки имел место быть в самом, понимаешь, центре Костаная. Я бы даже сказал, торгово-развлекательном центре Костаная. Забавный диалог произошел между юзером, снимавшим мероприятие по подтверждению факта обнаружения взрывного устройства, и непосредственным участником этих мероприятий. Смотрим. Да не, он там сумку где-то оставил. Сумку оставили? И как будто бомбы звучат, саперов ждут. А сюда можно? Нет, нельзя. Смотрим. Смотрим. сбой даст интересно о чем он о бомбе так если она сбой даст это же хорошо она не взорвется или речь о спецгруппе непонятно комментарии по данному поводу дракон пишет своей тени уже народ боится довели своими разговорами дан див странно а в обеденное время во втором часу где-то этого же дня казах телеком по альфа-раби оцепляли тоже вроде сумку кто-то оставил андрей пишет дожили как мир меняется раньше самое опасное что могло быть в такой коробке это кирпич и детвора за углом наблюдающий как кто-нибудь из прохожих пнет эту коробку небывалый батхерт разгорелся после выброса в социальные сети видео в котором женщина бьет подростка как-то не так катающегося на скейт-площадке ну как бьет это конечно сильно сказано женщина все-таки тут наверное ущерб подросток получил больше мораль тем более в этом отношении он вполне смог постоять за себя плюнув прямиком в поднимательницу руки но история получила интересное продолжение женскую сторону разгоревшегося конфликта разыскали полицейские и составили административный протокол статья мелкая хулиганство страшно подумать какую статью могли бы влепить ей если бы парень был покрупнее как минимум хулиганство в особо крупном размере наверное и штраф было бы уже одни пять мрп самая же забавная по мнению интернетчиков что она работает внимание в детской областной больнице то есть она точно знала куда нужно бить чтобы причинить максимальный моральный ущерб подростку ну и собственно наиболее выдающиеся комментарии дт к ст интересно на работе она тоже так с детьми обращается сальтуша кустанай разве это наказание 5 мрп а если бы вместо этого мальчика был ее сын она бы всех разнесла анастасия 10 регион говорит что надо было всем неадекватным мамашкам не 12 тысяч штраф выписать а по сто двадцать тысяч чтобы неповадно было в следующий раз руки свои на чужих детей распускать алиана макзумова пишет моя мама была там в этот момент с внуками нормальная она женщина и парень сам виноват грубиян сначала чуть не наехал на детей мой сын от страха заплакал потом начал материться на замечание угрожал велосипедом и плевался он сам виноват грубый и невоспитанный видя детей двух шести лет влетел на велосипеде его же собственная мать оттаскивала он первый кидался на бабушек и матерей маленьких детей лим мейкап кастанай с огорчением судя по смайликам говорит прости но я не согласна но не место там малыша есть детские площадки для определенного возраста мы например туда даже не подходили хотя мы не хотели сразу сказала это для больших деток и все ноль проблем даже если он неадекват материт и так далее я считаю что это не дает право абсолютно никому трогать его физически если еще и как ты говоришь там его мама была вот ей надо было в таком случае высказать раньше проще было люди за языком следили а нет так по фейсу быстро можно было схлопотать а теперь попробует дать сразу заявление напишет все с семьи идет если ребенок такой значит родители не лучше а тасинки не родятся апельсинки елена корнишина заявляет она еще и в детской областной больнице работает нет мы конечно не знаем всех подробностей почему она так неадекватно себя повела но но это не оправдание анастасия авраменко вообще вопрошает какого черта мамаши туда лезут с малышней у самих не хватает в голове что не для такого возраста площадка в общем кто прав кто виноват судить не нам рассудил суд каждый остается при своем мнении добавлю только что весьма забавно смотрелись комментарии некоторых мам примерно такого содержания как можно поднимать руку на ребенка откуда вообще такая агрессия словами что ли нельзя объяснить подняла бы она руку на моего ребенка я бы ее прибила мне одному кажется что звучит это как-то парадоксально в общем примерно такие волны бурлили в последнее время в кустанайских соцсетях напоследок традиционно полезное видео для ума и рук а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok